В эфире аналитическая программа «Триггер» и, как всегда, каждый вторник в 20.00 с вами политические аналитики Алексей Тулбурис, Телла Жентуан и Виктор Чобану. Война в Украине занимает не только первые строки в новостных таблоидах мира, но и является основным вопросом в социально-экономической, внешнеполитической, а также в повестке безопасности основных мировых игроков. Санкции против России ужесточаются в призыве прекратить войну в Украине. Сегодня состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и Российской Федерации. Президент Турции Реджеп Эрдоган, являясь принимающей стороной переговоров, выразил надежду и призвал к скорейшим договоренностям о прекращении огня. В то время как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров еще до начала переговоров заявил, что следующий раунд может состояться в Белграде. Это означает, что Россия намеренно затягивает переговорный процесс и не намерена прекращать военные действия. Какую благоприятную переговорную позицию готовит Российская Федерация и возможно ли ее назвать вообще выгодной для самой России? Какие планы у Российской Федерации на наш регион и насколько они реальны? Но для начала давайте посмотрим, что происходило на сегодняшних переговорах в Турции. Сегодня в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров России и Украины. Украинская сторона сообщила, что предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности для нее. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как будут имплементировать этот договор. Имплементация решения этого договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины вискажут свою позицию о том, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентов стран Гарантии и парламента Украины. Это ключевое. То есть мы должны получать поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидующим для нас. Участник переговоров со стороны Украины Александр Чалый пояснил, что до заключения мира Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант договора. В договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на пятую статью устава НАТО. Нападение на одного члена Альянса равнозначно нападению на весь Альянс. Если Украина будет объектом любого агрессии, любого военного нападения, любого военного оператора, мы в праве на протяжении трех дней требовать негайных консультаций. Если эти консультации не приведут к дипломатичному решению проблемы, то Украина-гарантий должен дать нам военнослужащую помощь. В свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения, понятно сформулированную позицию для включения в договор. Он предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИДов. Согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Сразу после переговоров российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин. Принято решение кардинально в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. И в ходе того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Ранее Россия отказалась от ряда первоначальных требований, в том числе деноцификации Украины. Об этом в газете Financial Times рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, проект сделки не содержит изначальные требования России, а о деноцификации и демилитаризации Украины, а также защиты русского языка в стране. Как предполагает Financial Times, уступки Москвы связаны с тем, что наступление российских войск замедлилось из-за сопротивления украинцев, которое оказалось более ожесточенным, чем ожидалось. Итак, мы видим, что риторика Российской Федерации в переговорном процессе меняется. Если до этих пор говорили о том представители Российской Федерации, что этот переговорный формат – это еще не тот основной переговорный формат, где можно говорить о прекращении огня, и это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, мы видим, что на сегодняшних переговорах был такой рывок в переговорном процессе, и стороны достаточно серьезные вопросы переговорили, решили, и пришли к таким договоренностям, о которых еще где-то несколько дней назад мало кто в них верил. Что же все-таки произошло? Почему Российская Федерация вдруг так резко изменила свою риторику, свою позицию и пошла на некоторые уступки в своей позиции? Они уже не говорят о деноцификации, о демилитаризации, о других каких-то таких вопросах, на которых началась эта война. Ну, это были изначально абсолютно абсурдные пункты, если даже пресс-секретарь Эрдогана в этой связи высказался такой примерно фразой, он сказал, что русским пора придумать какие-то новые идеи, потому что это не совсем то или совсем не то. Кстати, он здесь имел в виду и признание Крыма, я хочу отметить, что ни Турция не признала Крым, и вообще весь мир не признал аннексию Крыма и так далее. Чем объясняется такое изменение позиции? И действительно, сегодняшняя вот эта встреча переговорщиков была в каком-то смысле прорывной. Потому что если предыдущие были исключительно формальными, при этом вот эти встречи в Белоруссии сопровождались еще более интенсивными военными действиями, сейчас мы видим, что вот представитель Министерства обороны говорит, что российские войска в разы сократят, так сказать, свою активность по направлению Киева, Чернигова и так далее. Ну, что такое в разы, во-первых, непонятно. То есть, если раньше они условно по 100 бомб сбрасывали, то это сколько, по 25 или по 30 будут сбрасывать, это в разы. То есть, такая непонятная формулировка. Ну, это можно списать на Министерство обороны, которое не очень владеет дипломатическим языком. И связано это, в первую очередь, я думаю, с тем, что, во-первых, российские войска абсолютно завязли на этих направлениях, как на Киевском. Это знаменитое «возьмем Киев за три дня». И то, что даже вот эти парадные мундиры некоторые офицеры с собой брали для того, чтобы пройти парадом по Крещатику, как они себе представляли. Но вот этого не произошло. Украинская армия оказала ожесточенное сопротивление. Я думаю, что ввиду неизбежности вот такой затяжной и явно невыигрышной для Российской Федерации ситуации, ведь еще раньше говорили, за несколько дней уже, что меняется стратегия вооруженных сил Российской Федерации, не уходят с направления Киев, Чернигов. И приступают, да, появился, наконец, исчезнувший было министр обороны Шойгу и сказал, что задача первого этапа выполнена полностью, и они возвращаются к основной задаче, это освобождение ДНР и ЛНР, так сказать. Вот то, что, ну, это традиционное уже очередное вот это завиральные заявления российских официальных лиц. Мы уже привыкли к тому, что они не соответствуют ни действительности, ни на полях сражений, ни актуальной политики. И второе мое объяснение связано с тем, что санкции Запада начали действовать уже достаточно жестко. И я не читал ни одного комментария вот за все эти дни экономистов ведущих, российских причем, которые бы не сказали, что это вопрос буквально нескольких месяцев, когда начнут просто останавливаться производства, просто останавливаться. То есть дело даже не в том, что ушли какие-то иностранные производители, а вот все остальное, то, что громко заявлялось ранее Российской Федерации как курс на импортозамещение, это все не работает без иностранных комплектующих, которые просто не будет, и они встанут. Это будет огромная фактически гуманитарная катастрофа для России, когда люди теряют работу, они автоматически переходят в состояние бедности, плюс инфляция, которая наверняка уйдет за 20% и так далее, и так далее. Поэтому надо было придумать некий, ну, как, наверное, думают в Кремле, сохранить лицо, но как-то выйти из создавшейся ситуации. С этим связано вот это как раз смягчение позиции. Как говорилось и в репортаже, и вот со ссылкой на Financial Times, ушли из ультиматума первоначального России деноцификация, демилитаризация, абсолютно абсурдные пункты. И, кстати, и вопрос по русскому языку тоже. И Зеленский в своем недавнем интервью российским журналистам очень подробно рассказал о русском языке и как он это себе видит в рамках Украины многонациональная страна и договоров с соседними странами. Уважать надо все языки. Кроме того, Крым переносится по предложению Украины в переговорный процесс на 15 лет между Украиной и Российской Федерацией с целью, совершенно очевидно, что, как мы, кстати, говорили и на прошлой передаче, Украина не будет признавать ни вот это Ордло, ни Крым. И более того, об этом Турция даже, вот я ссылался на пресс-секретаря Эрдогана, который тоже самое сказал, Крым никем не признан и не будет признан. Поэтому это долгий переговорный процесс. Но Украина взяла на себя обязательства и никакими военными методами не пробовать вернуть Крым обратно в Украину. Ну и вопрос ДНР, ЛНР. Это на личной встрече предложили обсудить Путина с Зеленским. Так что вот пять пунктов, которые были вычеркнуты из повестки. И остался центральный пункт. И об этом мы, кстати, тоже говорили, что статус нейтралитета – это то, на чем могут стороны договариваться. То есть Украина становится внеблоковой страной. Страны-гаранты. Вот я читал, видел в украинских источниках до девяти стран. В других источниках я видел до одиннадцати стран. Но очевидно, надо и с самими странами, чтобы они дали согласия, на то, чтобы выступить гарантами такого международного договора. И что очень важно, этот договор международный, он фактически означает некую пятую статью НАТО-ЛАЙТ. То есть это не НАТО, но с другой стороны все страны реагируют, как только происходит возможная интервенция в Украину и начинают ее защищать. Закрывает небо, что важно для Украины. Он сказал, что он получил эти предложения, он их обсудит с начальством. Понятно, что Мединский не решающее лицо человек, который может принимать какие-то решения. Тут есть надежда на то, что все-таки к чему-то, в конце концов, придут, потому что не подписаны никакие бумаги и договор не будет подписан. Украина настаивает на референдуме, то, что переносит в каком-то смысле момент подписания договора. И Зеленский об этом очень четко сказал, что референдум, в отличие от того, что происходило на Донбассе и в Крыму, может иметь место только в условиях мира и спокойствия. То есть нельзя гнать людей автоматами на избирательные участки. То есть они тут тоже совершенно четко дали понять, что надо освободить территорию, потом мы проведем референдум, потом подпишем этот договор, если референдум будет поддержан украинским народом. И потом будем вести переговоры по Ордло и по Крыму. Ну, в общем, да, согласен с вашей оценкой, что это очень хорошая позиция. И реакция Мединского и Российской делегации, которая отказалась от ультимативных форм, от диктата, а теперь, так сказать, ищут... И делегация ищет возможности, Российская Федерация ищет возможности выйти из этого позора, в который они вошли, потому что смягчение позиций, очевидно, объясняется военными поражениями. И по всей вероятности этим же объясняется, вы об этом сказали, и прекращение активных действий на Киевском и Черниговском направлении, потому что там ожесточенные бои шли, но прогрессов там нет. И это разумное решение, если оно вписывается в какой-то политический процесс, это очень хорошо. Я буквально на идее гарантирована нейтралитета. И хочу экстраполировать это немножко на Молдову, потому что мы себя объявили изначально нейтральной страной, но этот нейтралитет наш, он ничем не обеспечен, кроме записью положением в Конституции. Конституцию мы растаптывали сами, как могли, а нашим партнерам и на Востоке, и на Западе, и подавно все равно, что в этой Конституции в общем написано, тем более, что касается нейтралитета, никто здесь этот нейтралитет соблюдать не будет. Так вот, если эта схема, предложенная Киевом, сработает в конце концов, и получится получить эти гарантии международные при согласии на нейтральный статус страны, то мы просто обречены на то, чтобы встраиваться в эту же схему, может быть, пакетом пойдем с Украины, или отдельным каким-то образом, но было бы логично, если бы вот эту территорию, которая включает в себя Украину и Молдову, потому что Румыния и далее защищена НАТО, а у нас в неблоковый статус, у нас абсолютно одинаковые ситуации. Вот мы могли бы тоже в эту систему, когда уже нейтралитет как-то защищен и как-то гарантирован, вписаться. Вот мы с огромным вниманием должны следить за тем, как будут развиваться события в этом смысле, и если все это будет развиваться положительно, то наша дипломатия должна тут тоже постараться каким-то образом защитить и Молдову, использовать эту ситуацию для защиты и Молдовы таким образом. И последняя ремарка. Я вот внимательно слушал интервью Зеленского российским журналистам. Он сказал замечательную фразу, которая так и не была опубликована в России. Ну мы его все видим, в России вообще мало что опубликуется из того, что дают свободные независимые СМИ. Мы эту мысль уже как-то формулировали, что тем, на кого напали, и цивилизованному миру, тем, которые поддерживают Украину, нет смысла распространять какие-то пропагандические вещи, фейки и так далее. Достаточно говорить правду, она настолько сильна и настолько очевидна, что пропаганде теряется необходимость. В России, наоборот, мы видим, что пропаганда только усиливает обороты, закрыты все независимые СМИ. И мы видим совершенно, ну, так сказать, неестественные ситуации, когда матери, солдат делают заявление о том, что мы поддерживаем там наше руководство, наши дети там где-то и так далее. Не будем сейчас развивать эту мысль. Я хотел сказать, что Зеленский заявил замечательную, с моей точки зрения, вещь, что если бы они не ценили жизни людей, если бы для них это не было ценностью, высшей ценностью, верховной ценностью, они были бы уже в Крыму. Я думаю, что у украинской армии сегодня есть такой потенциал просто отбросить российские войска и войти в Крым, и там как-то военным путем решать эти задачи. Но для Украины, для президента Зеленского высшая ценность человеческой жизни. Поэтому они сказали, надо прекратить боевые действия. Мы не будем военным путем возвращать эти территории. И тот факт, что Украина сказала, мы готовы на нейтральный статус, мы готовы по другим вопросам говорить, указывает на то, что эти люди все-таки руководствуются какими-то общечеловеческими ценностями. Жизнь человеческая – это высшая ценность. Что нельзя, к сожалению, сказать про другую сторону, которая бросает в бой тысячи людей, плохо вооруженных, с плохим снабжением, с плохим обмундированием. Постоянно идут какие-то доклады о том, что ботинки протекают, нет бронежилетов, нет еды. Эти люди, когда мы слышим эти телефонные переговоры между российскими солдатами и своими матерями, там мат-перемат, я не могу себе представить, чтобы я говорил так своей женой или своей мамой. То есть собрали каких-то людей, ну, обманом, угрозами, так сказать, заставили пойти на эту войну. То есть вот это все, это контраст между одной ситуацией с другой бросается в глаза. И нам жалко всех. Мы считаем, что никто не должен погибать ни с одной, ни с другой стороны. Если вот эти переговоры приведут сначала к прекращению огня, что остановит убийство, да, а потом к выводу войск с территории Украины и переходу к политической фазе разрешения вот этого противостояния, то это, естественно, надо приветствовать и поддерживать такую эволюцию. И вот хотела, вы как раз говорили, хотела вернуться все-таки к Молдове, к системе безопасности. Вы сейчас сказали, как раз вот мысли вы сказали насчет нейтрального статуса Украины. Я как раз хотела тоже коснуться этого вопроса, но уже не буду повторять сказанное вами. Просто думаю, что мы должны сейчас, вот Республика Молдова, которая получает уроки больше всего не из собственного опыта, а с опыта наших соседей, вот этот печальный опыт Украины сейчас в этой войне, о том, что, и это признала и президент Зеленский, и участники переговорного процесса, то, что нарушив договоренности, нарушив соглашение международное, Россия, в принципе, показало, что вот нынешняя система безопасности, она уже не так работает, уже практически не работает, поэтому Украина, идя на этот компромисс ради мира в своей стране и признание нейтрального статуса, все-таки просит дополнительные гарантии. Потому что таким странам, как Украина, Молдова, которые не являются членами какого-либо военного союза, и им очень тяжело защитить свою безопасность, и вот война в Украине это показала. То, что происходит в Украине, должно быть, на самом деле, уроком, не то что уроком, а вот научиться создавать или как-то встраиваться в эту систему безопасности, которая сейчас конструируется на наших глазах. Вот сегодня вышли на брифинг члены этого блока коммунистов и социалистов, которые вышли с предложениями постоянного нейтралитета, укрепления статуса постоянного нейтралитета. Это я не успела коллективе эту реплику. Но то, что мы сейчас говорим, вот что требует Украина для себя, она требует, чтобы были дополнительные гарантии безопасности. То есть неприлагательные, постоянные, суперконсолидированные. Инициатива, с которой вышли социалисты и коммунисты, это было какое-то одностороннее, что мы не создаем вот эти гарантии безопасности и не пытаемся встроиться в эту новую систему, а вот мы не признаем какие-то, не принимаем на свою территорию чужую армию, мы даем слово, что не будем участвовать в каких-то там военных учениях, мы даем слово на то-то, мы там обязуемся делать то. То есть какие-то спешные обязательства, односторонние какие-то обязательства, которые, не знаю, если кому-то они нужны. Но вот предложить, чтобы мы как-то могли себя в случае чего защитить, и чтобы вот у нас в принципе формат 5 плюс 2 в переговорном процессе, в принцессовском переговорном процессе, он и может быть, вот эти 5 плюс 2, это у нас идет Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Они тоже в этом формате могут быть некими гарантами безопасности Республики Молдова. И совершенно верно, что наши власти должны сейчас, особенно Министерство иностранных дел должно подумать, как в эту систему нам встраиваться. Если позволить. Система безопасности, она как стояла, так и стоит. То, что Россия пыталась переформатировать, разрушить, ну, пока мы этого не видим, это есть ООН, есть ОБСЕ, есть договоры о нераспространении и так далее. НАТО не рассорилось, а наоборот сплотилось. НАТО не рассорилось, Евросоюз сплотился и так далее. Вся система стоит. Другое дело, что, как вы правильно заметили, есть вопрос по странам, вне блоковым странам, Украина и Молдова и так далее. Вот Украина предлагает формулу, которая нам кажется, посмотрим, будет ли она работать или нет. Но НАТО как раз и НАТО, и Евросоюз, и весь свободный мир как раз помогает Украине очень сильно. И он не закрывает небо и не въезжает на танках на территорию Украины. И даже Украина не пускает миротворцев польских, которые хотели стать между Украиной и Беларусью, потому что имеем дело с ядерной державой и пытаются избежать самого худшего. Вот о чем идет речь. А то, что предлагают наши социалисты и коммунисты, оно не вовремя, во-первых, потому что это выглядит как паникерство и разоружение такое перед угрозой. Украина героически сопротивляется иностранному вторжению. Я не предлагаю воевать. Ну хотя бы не выходите с такого рода инициативами сейчас. Оно было раньше. Подожди, пусть закончится война и выходи с этим инициативами, потому что это смотрится очень хорошо. И потом, если ты выходишь с такими односторонними инициативами, ты что хочешь, чтобы у нас на переговорных позициях с тем же Приднестром вообще не было никаких козырей. У нас ни армии, у нас не... Предложили демилитаризацию Молдовы, только деноцификацию не предложили, понимаешь? Нет, ну это еще все впереди. Еще все впереди. Ну поэтому не очень удачное время, не очень удачные формулировки, такие пацифистские. Повторяю, мы не выступаем за вхождение в боевые действия и выступаем за то, чтобы воевать с Россией. Боже упаси. Но и выходить вот с такими предложениями сейчас, ну это вообще потерять, так сказать, чувство меры и реальности. Реальности того мира, в котором мы живем. Ну просто вот эти меры, которые были предложены, не вижу какой-то причинно-следственную связь, логическую. А что они имеют вот с постоянным статусом? Насколько они укрепляют постоянный нейтралитет, как они это называют? Что дает гарантии этого постоянного нейтралитета? Ну вот, почти 30 лет у нас был непостоянный статус. А теперь она забыла постоянный. Почему Украина вышла на эти договоренности? Потому что ее армия побеждает в этой несправедливой войне. Никогда бы она не получила никаких гарантий, даже не сформулировала бы эту идею. А мы, мы вот помогаем беженцам, мы чем можем, способствуем восстановлению мира. Вот в этом направлении должны работать. Чтобы международное сообщество поняло, что мы ответственный субъект международного права, ответственная страна, нация. Мы понимаем, что такое мир, что такое война, что такое человеческая жизнь. Вы забыли, что социалисты жить не могут без вот этой... Как они думают, что это геополитика на самом деле, да? Вот эти заявления. То есть это то, на чем они всегда выезжали на всех выборах и так далее. Только раньше... И вот мы в прошлой передаче говорили о том, что у прорусских партий будут очень слабые позиции. Ну вот как бы сейчас нельзя просто так открыто и в наглую топить за Путина и Россию, которая агрессор в этой войне. А вот выходят на геополитику вот таким вот... Ну за мир. За мир, да, да, да. И за постоянный нейтралитет. Ну вот давайте все-таки вернемся и поговорим о том, что происходит у нас в стране. Тот долгожданный приветинг, о котором мы говорили, наконец-то приближается к нам. И парламент уже проголосовал. С 1 апреля начнется процедура как такова. Сам этот приветинг. Мы видим, что уже многие судьи пытаются до этой процедуры уйти из системы, самые такие на слуху и таким одиозным бэкграундом уходят. Сейчас должен был сегодня состояться Высший совет магистратуры. Около 40 судей тоже подали, то есть не на отставку, но на то, чтобы этот срок пятилетний был у них переведен уже в постоянный статус пожизненной судьи. Теперь давайте поговорим об этом. Насколько все-таки вот эти уходы сейчас из системы говорят о том, что все-таки люди начинают понимать из системы, что она неминуема, эта процедура приветинга, и что хочешь не хочешь, но, как говорится, очищаться придется. Там несколько процессов происходит в судебной системе. Один процесс это такой профилактический уход, для того, чтобы не пройти через проверку, и чтобы это не вышло и не стало достоянием общественности, и избежать позорного изгнания системы. Речь идет не о сотнях, но о нескольких десятках до сотни представителей судебной системы 100%. Вот некоторые из них уже ушли. Речь идет о такой известной фигуре судебной системе, как Клима, не помню имя, про прощение, председатель Владислав Клима, председатель апелляционной палаты, еще какие-то люди из других инстанций ушли, и Высший совет магистратуры принял отставку. Я думаю, что какие отставки еще будут, это желание избежать позорного изгнания системы. Есть другой процесс. Этот процесс пытается сегодня остановить власть, которая объявила чрезвычайное положение в юстиции и заблокировала работу судебных инстанций на определенный период, потому что перед витингом, а витинг это, я просто напоминаю, чтобы люди не гадали, витинг это проверка судей на неподкупность и на профессионализм. Они пытаются успеть заработать денег, они продают свои дела клиентам, или продаются клиентам, так правильнее будет, по экономическим делам, по уголовным и так далее, гражданским и прочим. Пытаются надышаться перед смертью, или, проще говоря, заработать как можно больше перед тем, как уйти из системы. Потому что многие... Да, и переквалифицироваться в адвоката. Переквалифицироваться в адвоката, если законодательство не будет очень четким в этом смысле, не заблокирует им туда дорогу. Это тоже большой вопрос. Многие ушли, такие как Муруяну и прочие, тоже одиозные судьи из судебной системы ушли несколько раньше, но они ушли богатыми людьми. То есть они ушли, незаконно обогатившись на государственной службе, и, по всей вероятности, надеются, что их там больше никто не достанет, ими никто не займется больше и так далее. Векинга они проходить не будут, но это не означает, что прокуратура не должна всеми этими людьми заниматься. Вот мы, конечно, много критиковали и судебную реформу, так называемую судебную реформу, и векинг при векинге этот, и справедливо критиковали, потому что там есть вопросы. Но, тем не менее, мы видим, что эффекты есть. Он еще не начался, уже есть определенный положительный эффект от того, что ожидается. Вот сегодня в новостях было сообщение о том, что два обыска произошли. И вот то, что мы видим, это у бывшего директора СИБА, но Василия Ботнеря, надо напомнить, что он был не только директором СИБА, он был вообще чем угодно, и даже директором Молдова-ГАЗ, это, так сказать, одна из... Был министром транспорта. Из мест транспорта и информатики. За самолеты отвечал. Куда Плохотнюк посылал, он везде был. Одна из правых рук Плохотнюка, очень приближенная фигура, более известная по вот этим своим СИБА-фским делам с турецкими учителями, но вообще биография его очень богатая. Поэтому я думаю, что любой обыск и любая, кстати, процедура вот эта, которыми занимаются они, которые смотрят соответствие доходов и расходов, с легкостью обнаружила бы несоответствие у господина Ботнера в его имуществе. Хотя не занималась им или нет? Вот я что-то не помню этого. Я думаю, что... Проверяла его или не проверяла? Я не помню. У меня такой информации нет. Они пытались заняться, но он использовал некие положения в законе о СИБе, которые позволяют действующим офицерам не подавать декларации о его имуществе. Но это не касается его позиции, это касается людей, которые работают под прикрытием. А он административный бюрократ, он с пистолетом не бегал, он просто выполнял приказы Плохотнюка. Он обязан был подавать, он и тут нарушил закон, поэтому его должны были проверить, но не проверили, поскольку интерпретировали закон так, как интерпретировал. Когда-то ГИМПу, который два года доставал тузы из рукового, не избирали два года президента, и говорили, что все легально, помните? Да. Вот так и эти. Вот. Я прервал вас. И второй обыск это заместитель председателя высшей судебной палаты, вот тоже были кадры до этого госпожа Кишка Донева, тоже известная в судейском корпусе, и не только вообще, так сказать, в заинтересованных кругах личность, у которой, я думаю, тоже много чего могут найти. И вот я просто выражу надежду, что вот при рейтинге, о котором вы говорили, и что наконец процесс запущен, что он не превратится, вот поскольку запускается он первого отеля, и это не станет тем же самым, что происходило до сих пор, когда мы видим массу имитаций бурной деятельности, органы как бы все работают, как бы даже есть некие отстранения, даже какие-то аресты происходят, но в результате никто так и не несет ответственность по полной ни имуществам, ни свободы, в конце концов. Мы громких дел до сих пор так завершенных так и не видели. Поэтому вот сейчас как раз наступает вот этот момент истины, и тот факт, о котором вы говорили, что достаточно большое количество судей уже покидает систему, это скорее всего свидетельствует в пользу того, что власть все-таки настроена решительно, и будет, а ей просто по-хорошему деваться некуда. Знаете, вот другой, совершенно верно, деваться некуда, вот другой урок войны в Украине. В каких-то дискуссиях, в соцсетях или при личных встречах там с людьми, я высказал мысль, что Плохотнюк строил тут своеобразный местный русский мир. На что, так сказать, люди не понимали, ну какой он боролся с русскими танками и так далее. Но русский мир это не только великое державное ночеванство и, так сказать, идеи превосходства особого пути и так далее. Русский мир это сплошная коррупция, воровство, контроль над государственными институтами, над правосудиями и так далее. Вот это и есть русский мир. Это легко, когда по яхтам, которые арестованы сейчас. Нет, так там по степени поляризации между богатыми и бедными, там у них сотни миллионов живут ниже черты бедности, и яхты по полмиллиарда. Ну то же самое у нас Плохотнюк это строил в Молдове. Он строил этакий русский мир для молдаван. При этом говорил о том, что он стеной, грудью стоит перед русскими танками, которые должны нашу европейскую мечту тут приехать и растоптать. А растоптал он фактически европейскую мечту, потому что говорил, что он проевропейцы. Люди смотрели на этих проевропейцев и просто крестились двумя руками. Открещивались, да не то что крестились. Поэтому я говорю, что вот урок этой войны в том, что мы должны все-таки у себя в стране всерьез заняться восстановлением демократии, построением функционирующего по-настоящему правосудия, функционирующих демократических институтов и так далее. Вот эти вот разговоры, что нам не хватает знаний, опыта, нет доказательств и так далее, надо прекратить. Мы уже говорили об этом. В мире, во имя мира, происходит конфискация вот этих всех, что-то очевидно, что это наворованное, и особых доказательств никому не надо. А у нас мы знаем, что вот этот человек, Ботнарь, их десятки и сотни, они сидят в парламенте, они сидели в правительстве, они работали на разных постах. Вот Ботнарь действительно, он правая рука Плохотнюка. Человек свободно, уже Плохотнюка сколько лет нету? Два года никак нету, три года. Этот человек вуз себе не дул, откупился по поводу турецких, это вообще людоедское, так сказать, решение было, и преступление, когда отправили турецких учителей невинных в Турцию, они сидят в тюрьмах сейчас. Откупился и живет в своем собственном доме, ездит на каких-то дорогих машинах, наверное, в банке есть банковские счета и так далее. Человек всю жизнь работал чиновником, минуты не занимался бизнесом, у нас чиновник за сто лет не заработает официально, на то, чтобы построить себе половину того дома, в котором живет Ботнарь. Почему до сих пор не было реакции на это? И если прокуратура сегодняшняя не может работать, так как должна работать, да надо, мы об этом говорили не разу, надо более решительным образом там тоже выгонять всех. И лучше набирать каких-то выпускников, мы уже не раз об этом говорили, выпускников юридических факультетов, которые пройдут какие-то ускоренные курсы и на прокуратуру, дать им хорошие зарплаты, социальный пакет и сказать, что если ты нарушил закон, ты пойдешь по ускоренной процедуре в тюрьму. И эти люди будут более качественно работать, чем те, которые сегодня изображают бурную деятельность. Те, которые могут работать, пусть работают. Это касается и прокуратуры, и прочих, так сказать, силовых структур и так далее. Вот поэтому замечательно, что мы в прифронтовой зоне. Сейчас мы перегружены, мы помогаем беженцам. Это накладывает и финансовые обязательства, и организационно-министративные, и на правительство, и на общество в целом большую нагрузку. Но при этом продолжают работать в этом смысле органы, и реформы, которые были запланированы, не отменены. Они будут проведены. Я думаю, что это очень важно. Вот мы в этом смысле для мира делаем очень многое, для стабильности страны. Последнее решение Конституционного суда, вот как говорят многие юристы, я видел в комментариях, оно как раз позволяет вот эту упрощенную процедуру конфискации осуществлять, когда есть явное несоответствие между доходами и расходами. То есть вот этот механизм, который они никак не могли привести в действие, вот этим решением Конституционного суда, наконец-то, я надеюсь, будет разблокировано, и мы увидим действительно вот некие завершающие вот эти, потому что люди ждут справедливости. Вот, собственно, на этом были выиграны выборы. Им обещали реформу юстиции, но не, собственно, реформу, потому что людям, называя это реформой, не реформой, и все, они ждут справедливости. Вот чего они говорят. Если мы говорим сейчас о справедливости, то тоже есть вопрос к этому же Ани, к прокуратуре, которая нам раньше говорила о том, что и власти, что у нас нет. Да, мы знаем, что есть коррупционеры, да, мы знаем, что при Плохотнюке вот эти люди воровали, и они находятся все в стране, некоторые убежали, но многие находятся здесь и очень благополучно себе ведут дальнейшую свою жизнь, но якобы не было на них никаких уголовных дел открыто, и не могли найти никакие материалы. Теперь мы видим, что пошел косяк таких арестов за незаконное обогащение, то есть нашли все-таки эту статью незаконного обогащения, но опять же мы видим, что, да, прошло какое-то время, вот появился у нас Василий Борн. Но мы тут говорим о целом списке фамилий, которые еще до сих пор никто их не достался. Есть вот Аурел Каленко, который был председателем экономического суда. Есть Аурел Зара, который благополучно вот нам говорил о СИПе, что в последний день работы он просто вывел 5 миллионов евро. Никто его не ищет, прокуратура им не занимается. И вышел в пресс-конференцию премьер-министр вместе с новым начальником СИПе. Нет, вообще молчок. Вот Андернаки, пожалуйста, делает себе бизнес там в Приднестровье тоже. Якобы у него, видимо, законное какое-то обогащение или что? Ну и масса судей, прокуроров. Есть масса судей, прокуроров, все. Никто ими пока не занимается. Вот если мы говорим уже о справедливости, то список должен быть, и пойти по списку, и мы должны видеть, что не то, что раз в 3 месяца вот появился у нас Василий Ботнарь. Сколько этих людей есть, они находятся в стране. Вот, пожалуйста, пусть прокуратура дальше продолжает. Если тем более нашли статью, по которой они могут сейчас их задерживать. Незаконное обогащение. Сегодня я представляю рубрику «Перломет», в которой мы отмечаем чемпионов из числа политиков, чиновников высокого ранга, которые осчастливили нас какими-то выдающимися заявлениями, фразами, перлами. Вот те, которые метали перед нами перл. Мы не могли не отдать первое место представителям блока социалистов и коммунистов, которые сегодня предложили Молдове демилитаризироваться и объявить постоянный нейтралитет, о чем мы сегодня обсуждали. Вот им мы присуждаем чемпионское звание, потому что... Да, и при этом они сказали, что это не касается Приднестровья, потому что в Приднестровье есть армия, которая по численности сравнима с молдавской армией, но по вооружению и подготовке она несколько лучше, чем молдавская армия, а этими мы займемся после разрешения Приднестровского конфликта. Вот это вот формула Кремля, что мы выведем войска оттуда и посмотрим, что делать с этими военными формированиями Приднестровской после политического решения конфликта. Взяли, просто повторили позицию Москвы, а нам предложили при всем при этом разоружиться и потом пойти на переговоры, не имея ни армии, ни, так сказать, позиций каких-то переговорных. Какой-то непостоянный статус, а какая-то челобитная. Отработали, галочку поставили и доложили в Кремль. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меняться. Мирного всем неба! Субтитры подогнал «Симон»!